Всем привет! Сегодня достался мне вот такой вот фонарик мне его подарили вот был ошарашен, это вот который фонарь с кредиодом вот, 305 люминов идет класс защиты, ну в общем там типа влага не проницаемый, но проницает что я могу сказать про этот фонарик ну, конечно, в первую очередь был удивлен именно размерами, габаритами габариты классные значит, работает он от трех пальчиковых батареек, ну в данном случае аккумуляторы кнопочка очень хорошо, легко нажимается это плюс, это же и минус, то есть в рюкзаке может открыться ну, фонарик внутри вот такой вот он, не знаю, там видно, не видно будет, попробуем, вот он то есть, ну, стандартная батарейка по диоду ну, заявлено, что здесь 5-ваттный диод идет, ну, не знаю, хорошо видно его ну, в принципе, где-то так вот и видно значит, сейчас я вам покажу тесты, как этот фонарик горит значит, для тех, кого это заинтересовало моделька у нас получается фирма Jazzway вот, а фонарь сам называется Alum вот так Alum 1L5W ну, W так, срок службы изделия не менее чем 10 лет так, значит, 4 режима работы 100%, 50% и 3,5% яркости мигающий режим так, ну, что еще материал алюминиевый сплав значит, что здесь у нас по характеристикам так, влагозащищенный износостойкий корпус так так регулировка размеров светодиодного пятна с помощью ага, с помощью зума идет так, удобный ремешок для переноски там он есть я его не доставал 5-ваттный светодиод 305 люминов вот, срок службы до 100 тысяч часов используется ну, три элемента АА ну, и все вот, вот, вот все идет очень такой ну, стильной упаковочке ну, как-то вот так он был запакован то есть так то есть значит, сейчас что у нас для тестов ну, вот включу его вот так вот то есть это свет был включенный свет это средненький это самый крайний и стробоскоп сейчас я выйду на балкон живу я на пятом этаже ну, и посвечу вниз с пятого этажа значит включая фонарик нахожусь на пятом этаже вот это вот без увеличения линзы вот он луч ну, так вот вот это вот максимум здесь чтобы так приблизительно сказать где-то ну, метров сто пятьдесят вот так вот вот это вот виден луч ближе, ближе и вот он рассеивает прохладно голос чуть-чуть сел это в средненьком это в самом слабом но это стробоскопы так сейчас сделаю пару фотографий итак тесты в комнате здесь теплее значит источники света у нас сейчас монитор компьютера и телевизор значит расстояние у нас здесь два метра до стены от стены до фотоаппарата ну, до камеры значит пробуем в этих условиях включать фонарик значит первое получается у нас первое положение значит диаметр получается круг в диаметре где-то метра полтора если его сужать ну, вот до диода то есть вот он диод вот она точка в принципе видите аж засвечивает ну, так вот очень хорошо видно вот это первое положение второе положение менее получается ярко 50% яркости ну, в то же время все это опять же ярко хорошо видно вот он сам будет кристаллик самый тусклый кристаллик уже видно рисунок то есть не засвечивает и вот такой вот он будет кстати появилась какая-то такая ну, на экранчике моргания вот этот самый слабенький свет ну, и стробоскоп в общем такой вот фонарик у нас получается на обзоре был говорю тихонечко потому что уже ночь на дворе тут спонтанно решил сделать обзор на данный этот фонарик такой тяжеловатенький ну, нормальный фонарик к сожалению цену сказать не смогу потому что это подарок это был подарен мне ну, вот в принципе вот он